В КФУ состоялось открытие Ассоциации Исламских Психологов В Казанском университете состоялось открытие регионального представительства Ассоциации Исламских Психологов Республики Татарстан Площадкой проведения открытия стал Институт Международных Отношений Истории Востоковедения Ассоциация Исламских Психологов Это Всероссийская Ассоциация, которая координирует деятельность тех, кто занимается психологической помощью мусульман Мы уже не первый год сотрудничаем с психологами Республики Татарстан И организовывали круглые столы, курсы повышения квалификации КФУ и ресурсный центр по развитию исламского и исламоведческого образования Занимается организацией вот таких вот образовательных программ В рамках открытия пройдет цикл научно-практических семинаров Где будут рассмотрены различные подходы к психологическому консультированию мусульман Отдельные аспекты проявления религиозно-ориентированного экстремизма и другое Цель нынешнего приезда именно для того, чтобы объединить всех психологов, работающих с мусульманами в Татарстане И для того, чтобы мы могли делиться опытом развивать психологию ислама как научную отрасль знаний Завершится мероприятие проведением круглого стола на тему координации деятельности по духовной безопасности общества Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз С 1 по 2 марта на базе лучшего студенческого телеканала России Казанского федерального университета И членам массы соберутся активные представители студенческих медиа Которые обсудят глобальные вопросы, связанные с будущим России С 1 по 2 марта в Казанском федеральном университете состоится мероприятие, посвященное трендам глобальной цифровизации Междунациональный совет МАСТ – студенчество и вызовы цифровой эпохи В Казанском федеральном университете соберутся самые активные, самые позитивные и просто талантливые ребята С разных вузов не только нашей республики, но и страны Здесь они получат какие-то базовые знания, какие-то знания чуть выше, которые пригодятся им в их профессиональной деятельности В программе конференции Межнационального совета МАСТ принимают участие депутаты Государственной думы Влиятельные политики, профессионалы и медиа сферы федерального уровня Хорошая возможность студентам разных вузов России приехать, познакомиться с гуру в медиа области Здесь будут очень хорошие мастер-классы, там будут мастер-классы по видеомонтажу, по созданию новостных выпусков Здесь же будет проходить конференция Межнационального совета Международная ассоциация студенческого телевидения, а коротко говоря МАСТ А возглавляет этот Межнациональный совет ректор Казанского федерального университета, общая Травказыч Гайфорус Сегодня, сейчас, в эти дни, когда в мире неспокойно, в России тоже не просто ситуации в Дагестане Национальные вопросы так или иначе, они влияют на общую ситуацию в России Подобные медиа-формы – это отличная возможность посмотреть на то, как работают медиа-центры вузов нашей страны И обменяться опытом, который уже был применен в работе Это всегда возможность общения, а для журналистов это просто принципиальная вставляющая Это наложение контактов, связей, коммуникации со своими партнерами, живущими в других городах, других странах Работающих в аналогичных компаниях Очередная века к собственному совершенствованию, к собственному росту К тому, чтобы соотнести свои достижения и свои планы с тем, что делают коллеги-партнеры Это всегда обмен мастерством Медиа-форум проходит при поддержке Международной ассоциации студенческого телевидения, телеканала Универ-ТВ, Казанского федерального университета и Росмолодежи Заявки на участие принимаются до 1 марта Диана Шилова, Леонард Ультьяров, Универ-Ньюс О кейс-технологиях говорят, кажется, все Их разбирают на ключевых отраслевых конференциях, решают на крупнейших студенческих чемпионатах А вас еще не поглотила кейс-волна? На современном этапе в российском образовании наметилась тенденция к использованию кейс-технологий не только в бизнес-образовании, но и на различных уровнях образовательных ступеней Одним из недостатков существующей в нашей стране предметно-урочной системы обучения является неумение применять полученные знания на практике Традиционную систему обучения необходимо менять Сегодня об этом говорят все Современному обществу нужны специалисты, способные работать в коллективе, осуществляющие поиск решений проблем и умеющие эти решения внедрять в жизнь Для решения таких задач в Казанском федеральном университете внедряют новые подходы к обучению В системе образования мало что менялось Это была трансляция знаний лектором, который говорил вот у доски, вот трибуны А сейчас в условиях быстро изменяющегося мира, цифровизация всех сфер деятельности Есть запрос на интерактивные формы и методы в образовании В настоящее время поиск возможностей повышения эффективности профессиональной подготовки кадров осуществляется в инновационных направлениях Теоретические основы подготовки специалиста должны находить свое практическое воплощение в его профессиональной деятельности как можно раньше Например, будущие геологи Казанского университета, прежде чем покорить профессиональное поле, практикуют свои знания на кейс-олимпиадах Отличительной чертой таких олимпиад является то, что ее участники не демонстрируют теоретические знания, а решают практические задания Кстати, буквально на днях команда будущих геологов вернулась в чемпионат Петра Кап, где заняли в Удовском зачете четвертое место Но для первого раза это было все равно хорошее место И что самое важное, это был хороший опыт для нас, мы поняли, на что нам нужно обращать внимание в будущем Петра Кап 2018 стал без преувеличения одним из самых ярких событий этой зимы для нефтегазового сообщества Участники мероприятия занимались бурением скважин Как могла пройти данная процедура в рамках студенческого чемпионата, нам удалось узнать у самих его участников Нам давали исходные данные по карте месторождения самого Даны были показатели по каждой скважине, то есть проведенные на этих скважинах ГИС Первый раз такая технология, вот как раз этой сложностью была в том, что нас не готовили к такому формату То есть эту программу создали и ее проводили среди только профессионалов у организаций И сразу ее переквалифицировали для студентов, и поэтому мы такие немного неожиданно были В Казанском Приволжском федеральном университете будет отборочный этап нового чемпионата ГИСИН 2018 Он пройдет 20 марта в рамках института Опыт, полученный в процессе применения метода ГИСов студентами КФУ Еще раз наглядно показывает, что КИС-метод многократно повышает результативность образовательного процесса Так как позволяет моделировать будущую деятельность участников КИСа И сформировать положительную мотивацию к освоению материала и получению новой информации в дальнейшем Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универ-Ньюс В музее Николая Лобачевского Казанского федерального университета проходит выставка «Современники» В экспозицию входит работа художника Василия Турина В музее Николая Лобачевского Казанского федерального университета можно узнать не только о жизни гениального математика и управленца, но и о жизни Казани XIX века В данный момент в музее проходит выставка «Современники», в экспозицию которой входит работа художника Василия Турина На выставке в музее Лобачевского вы можете увидеть, какой была Казань в 30-40-е годы Это передают литографии, выполненные Туриным, Дюраном, Торнерелли Известен альбом перспективного вида губернского города Казани Альбом литографии 1834 года, выполненный Туриным, выпускником Петербургской академии художеств У него была необычная манера, он интересно передает градостроительную среду, городской пейзаж, здания, жители города И таким их видел Николай Иванович Лобачевский В 1834 году Василий Турин издает в Москве альбом из восьми литографий Этот альбом вызвал большой интерес современников, ведь он показал людям, которые никогда не бывали в Казани, всю красоту этого города Художник передает не только атмосферу городского пейзажа, но и жизнь улиц с фигурами в национальных одеждах На выставке работы представлены и собрания Музея изобразительных искусств Татарстана Также хочется отметить, что с 1 марта в Музее Николая Лобачевского начнется новая выставка Посвященная уникальным археологическим находкам Республики Татарстан Олег Кашин, Ленардо Валерьяров, Универньюз Это были все новости на сегодня, не забывай следить за нами в социальных сетях До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин